Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В республике зафиксированное уменьшение новых случаев инвицирования COVID-19, но темпы вакцинации остаются недостаточными, говорили на заседании Оперштаба. 20 новых комфортабельных автобусов уже в начале года начнут перевозить жителей и гостей республиканской столицы. Все для комфорта и безопасности перевозки горожан. Мужество, храбрость и мудрость ценились во все времена. В рубрике «Наши наследия» расскажем об одном из известных историко-природных памятников республики с замковом Камни Карачая. В Черкесске прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации среди награжденных и сотрудников нашей телерадиокомпании. Сегодня в Доме правительства под председательством вице-премьера Ирины Гербековой состоял заседание рабочей группы Оперштаба республики. Министр здравоохранения Казим Шаманов рассказал, что уже уменьшается число новых инфицирований случаев. Снижается количество госпитализированных и летальных исходов. Однако темпы вакцинации в республике остаются недостаточными. Особенно среди лиц старшего возраста. Как сказал Казим Шаманов, надвигается новый штамп. В Карачаево-Черкесии пока его нет. Но мы усиливаем мощности госпиталей в плане кислородного и лекарственного обеспечения. В свою очередь Ирина Гербекова призвала глав районов и главных врачей продолжать активную работу по вакцинации. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 30 694 человека. Из них 26 427 выздоровели, 502 человека госпитализированы. Как скорректировать свой рацион, чтобы помочь себе поскорее восстановиться во время и после коронавирусной инфекции? Питание должно быть легко усвояемым и калорийным. Но, по словам врачей, есть продукты, которые полезны при COVID-19. Советы доктора Мурадина Узденова слушала Алла Качиева. А что касается питания человека, есть какие-то тоже рекомендации, чем нужно питаться? Насчет питания я у себя тоже опубликовываю в своей странице инстаграма питание. И это питание тоже публикуют иностранные СМИ, и российские СМИ. В питании вот гранатовый сок, сок черноплотной рябины, куркумин, витамин Е, омега-3, пища с употреблением, большого количества черного перца. Все, что я перечислил, все они помогают легче переносить COVID. Вот насчет гранатового сока и сок черноплотной рябины, это исследования немецких ученых, они выявили, что они могут подавить 70% ковида. И вот такое питание, оно более способствует более легкому протеканию болезни. В первом квартале следующего года автопарк республиканской столицы пополнится новым общественным транспортом. 20 комфортабельных автобусов «Вектор Некст» будут обслуживать внутригородские рейсы в Черкесске и изменят представление пассажиров о комфорте и безопасности перевозки. Подробности у Али Баташева. Каждая рабочая смена автослесаря Азамата Черкесова – это плановое обслуживание автотранспорта и устранение поломок разной сложности. Автопарк «Черкеска» на базе АТП номер 2 включает 35 автобусов, которые распределены по 38 маржрутам внутри республиканской столицы. Техника старая, автопарк не обновлялся 12 лет, поэтому простаивать автослесарю практически не приходится. Сыпется старое все. Маршруты срываем, люди звонят, жалуются. Одно делаем, другое строя выходит. А наиболее частые причины поломок какие? Она морально устарела уже техника. Уже индивидуально невозможно выявить. То, то, то это, везде все слабо. Усталость металла, видимо, какая-то происходит. Мы последний раз вообще это предприятие получало автобусы. 25-26 лет назад. Ну, почему-то это были однодверные пазики. Еще с не очень, там, скажем, удачной тормозной системой. Потом, 12 лет назад дали 10 пазиков обычных, которые уже, не знаю, лет 70, наверное, их делают с фанерным полом. Единственное, чуть-чуть перелицовывают. Это называется новая модель. И идея триллиаза. Тиллиазы у нас тоже прошли уже под миллион, каждый из них. На смену старым автобусам скоро придут новые марки «Вектор Некст». Модификация, доступная среда, широкий дверной проем позволят сделать поездку комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. Пассажирский автобус рассчитан на 52 места. Работают на дизельном топливе класса Евро-5 и обладают рядом других преимуществ. Оснащение. Там идет и тахограф, там идет и глонасс, и GPS, и камеры, и записывающие устройства. Это все по транспортной безопасности. Это все идет уже с завода в комплекте. Также идет оригинальный фирменный цвет. Один из цветов, который утвердила сейчас мэрия. Синий металлик. Очень красивый цвет. При тонированных стеклах это вообще там вид у него, конечно, бесподобно получается. Я тоже сейчас, например, с линии заехал. Я сейчас на линии работаю. Дрясы пропустил. Вот, ремонтируем. Как можем, стараемся. Вот просто чисто вот из-за того, что они уже вот устарели, часто ломаются, ломаются. Больше никаких проблем. А теперь нам обещают какие-то новые автобусы. Вот ждем новых автобусов. Как новые автобусы приедут всех и туда, и домой отвезем, и на работу все будут успевать. И мы будем довольны, люди, пассажиры будут довольны. Ждать Кемалу Адживу и его коллегам осталось недолго. 20 автобусов «Вектор-Некст», сошедших с заводского конвейера, поступят в Черкесск уже в конце января следующего года. Али Баташев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии дождь, в горах со снегом, местами сильные осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 5 градусов мороза, а днем 7-12 выше нуля и местами минус 1, плюс 4. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 4, а днем 10-12 градусов выше нуля. Три причины купить шубу в Вятских мехах. Первое – низкие цены. Второе – еженедельные новинки. Третье – куртка в подарок. Кавказская 42, напротив ТЦ «Панорама». Завтра в Общественной приемной партии «Единая Россия» с 10 до 17 часов состоится дистанционный прием граждан по юридическим вопросам. Обращения жителей будут рассмотрены совместно со специалистами Ассоциации юристов России. Подробную информацию можно получить по телефону 20 12 12. Замковый камень Карачаи – один из известных историко-природных памятников в республике. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем вам об истории его возникновения, о преданиях, связанных с этим камнем. Подробности в материале – Шерифат Лепшоковой. Место впадения реки Худес в Кубань особенное для каждого карачаевца. Здесь расположен замковый камень Карачаи или Карчи. Этот объект имеет двойное равнозначное название, доставшееся нам от древних преданий. Память народа через века донесла сакральный смысл камня. Сегодня это природный исторический памятник, составляющий основы комплекса, построенного в 2009 году. Камень Карчи – уже легенда. Это дань памяти историческому прошлому карачаевского народа. Легенда о Карчи мало кого может оставить равнодушным. Ведь мужество, храбрость и мудрость ценились во все времена. Но, как известно, все мифы и легенды строятся на реальных фактах. Согласно преданию, впервые опубликованному краеведом и этнографом соратником Петру Сеевича Григорием Петровым в 1879 году, Карча со своими соратниками устроился лагерем на этом самом месте, где Худес впадает в Кубань. Ночью пошел ливень, и не бывало силы. В результате обвала к месту стоянки скатился огромный камень. Происшествие произвело смятение в лагере. А когда утром увидели, что все остались целы и невредимы, Карчай и весь предводительствуемый им народ поклялись не оставлять избранное ими для поселения местности до тех пор, пока не разрушится роковой камень. Слово «Карчи» было незыблемо. Люди решили, сколько будет этот камень, столько будет и Карачай. Ученый-историк Рашид Хатуев скрупулезно исследовал эту тему. Он рассказал о том, как в 1872 году по решению углепромышленника и инженера из Таврополя Утякова взорвали скалу с этим валуном. Отколотая часть была очень большой. И в народе прошел слух. Если разрушили камень, пропадет и Карачай. В 1877 году некоторые хаджи, некоторые авторитеты сказали, все, на этом нам знак сверху дан. От самого Карачи шло это. Нам здесь больше делать нечего. Конец нашему народу близок. И давай переедем в Османскую империю. Ну, тогда власти быстро вмешались, зачинщиков поместили в других местах на территории нынешней Адагеи. Разместили, это удалось уладить. А вот от этого камня, несмотря на то, что там был взрыв, остался фрагмент, который сейчас он в форме, по словам литератора, в форме сердца расположен там. Примечательно, что не только камень связан с именем легендарного предводителя. Рядом была скала, из пород которой изготовляли порох, смешивая селитру и серу. И эти объекты называли Корчанот-Лукташлары – пороховые ступы Корчи. Говоря же о камне, до сих пор бытует мнение, что он является осколком метеорита. Геологи заинтересовались этим и отвезли образец в Москву, в Институт рудных месторождений РАН. Оказалось, что камень вулканического происхождения. Он из глубин земли был вырван, выброшен. А поскольку у подножия Эльбруса находится Хурзук, а в одно время это была ледниковая территория, скорее всего, Петров в 879 году и был прав, что именно ледники из-под Нойчей Эльбруса по вершинам Уллуха и протоков его и все по всему ледники принесли эту трахитовую скалу, этого лун суда. В 1912 году еще один кубанский краевед Николай Иваненков писал о том, что в основу своих строящихся домов карачаевцы ставят кусочки этого камня, а проходя мимо валуна, люди оставляют там деньги, одежду и продукты. Доходя до этого места, молят Всевышнего, чтобы путник, который сейчас покидает свою землю, вернулся живым и здоровым. Рашид Хатуев провел огромную работу, изучая феномен Карчи. Готовя книгу о нем, он пришел к выводу, что их было как минимум трое. Первый – собиратель общины в Единый народ после нашествия Тамерлана. Второй Карча появился позже навек. Он вступил в борьбу с местными феодалами. Стычки завершались миром. Третий известен под фамилией Тимирбулатов. Родовой квартал от аул его потомков Корчаевых находится в Урзуке. Двое из героев носили эти имена в честь знаменитого предка. На сегодняшний день имеется около 20 названий, связанных с легендарным Корчой. Сам западный топоним в Лобинском ущелье, затем в Архызе, где по сей день имеется Корчакала – замок Корчи. Разумеется, и в Большом Карачае. А на месте нынешней моры был Корчакабак – хутор Корчи. Богатоисторическое прошлое карачаевцев без сомнения будет интересно гостям республики. Есть надежда, что земли Большого Карачая войдут в туристический маршрут, чтобы каждый желающий мог познакомиться с наследием народа. Шерифат Лепшукова, Мухаммед Ашубоков, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В Черкесске в зале торжеств прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации. Отметили лучшие авторские материалы по профилактике терроризма и экстремизма. В числе победителей – сотрудники нашей телерадиокомпании, корреспондент программы Вести Карачаева-Черкесия Ахмат Халкечев, телеоператор Мухаммед Ашубоков и корреспондент Радио России Салима Коркмазова. На конкурс представили материалы на родных языках. Без внимания никто не остался. Из года в год церемония награждения становится все популярнее. И этот год не исключение. Нелегкий труд и талант работников средств массовой информации был достойно отмечен. Организатором конкурса выступило Министерство по делам национальности, массовым коммуникациям и печати республики. Спасибо большое, конечно, за такое внимание. Ну, неожиданно, конечно, что так сразу вызвали, наградили. Приятно, конечно. Спасибо всем, кто организовал это все. Есть к чему стремиться, наверное. Приятно в любом случае, когда труд отмечают. И это, в свою очередь, подстегивает, стимулирует трудиться еще с большей отдачей. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение фильма «Ключ от всех дверей». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8-918-710-9990 Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА